2015 год объявлен Россией годом литературы. Какие мероприятия пройдут в Волгоградской области? Об этом мы поговорили с Ларисой Тропкиной. Она возглавляет Ассоциацию учителей литературы и русского языка. Лариса Александровна, здравствуйте. 2015 объявлен годом литературы. С какой целью проводится это мероприятие? Год литературы объявлен с целью популяризировать чтение, чтобы привлечь внимание детей, учащихся к русской литературе, потому что год именно русской литературы. И не секрет, что наша русская литература – это те произведения, которые заставляют задуматься, которые заставляют мыслить наших ребят. И это самая нравственная литература во всем мире. Мы всегда были самой читающей страной. Сейчас мы свои позиции почему-то сдаем. Ну, во всяком случае, как говорят социологические исследования. Хотя, если взять во внимание, допустим, наш лицей, то я не могу сказать, что дети не любят читать. То есть, вероятно, все-таки это задача взрослых – привлечь детей к чтению. Какие мероприятия пройдут в год литературы, в том числе и в Волгоградской области? Когда проводится год истории, значит, большое внимание уделяется истории. Год молодежи, значит, большое внимание уделяется молодежи. Не исключением будет и год литературы. И уже сейчас запланировано большое количество мероприятий. И проанализировав эти мероприятия, я сейчас назову некоторые из них, но проанализировав, опять же, хочется отметить, что эти все мероприятия направлены на то, чтобы детям было интересно читать. Среди таких мероприятий мне бы, например, хотелось назвать большой литературный проект, который стартует у нас в Волгоградской области. В чем он заключается? Это изучение классической литературы и постановка ее на школьном театре, на школьной сцене. То есть мы как бы убиваем двух зайцев. С одной стороны, делаем урок и изучение литературы интересным, живым. С другой стороны, привлекаем средства искусства, театрального искусства. И самая главная задача – дети читают. Потому что не секрет, все дети любят играть на сцене. Им хочется попробовать себя в какой-то роли. Но все, что делается в школе, оно должно носить воспитательный характер. И поэтому не просто играть на сцене, а играть классику – это действительно будет воспитывающий такой момент. Кстати, а молодежь сегодня читает? И какую литературу? Я могу сделать вывод один. Вот как преподается литература в образовательном учреждении, вот так и дети отвечают, читают они или не читают. То есть любят они этот предмет или не любят. Вот, к сожалению, а может быть и к счастью, дети любят тот предмет, с уважением к которому, с уважением к учителю, вот так скажем. То есть если любят учителя, любят и предмет. Соответственно, учитель литературы – это особый учитель, он с особым статусом, с особым имиджем. Потому что нельзя, чтобы ребенок не любил литературу. Поэтому надо влюблять в себя, влюблять в свой предмет, и дети будут читать. И вот от этого зависит, читаем мы или не читаем. И, как я уже сказала, от семьи. Просто сказать, что дети не любят читать, нельзя. Потому что это дети. Дети любят то, что любят взрослые. А как мы это умеем преподнести, как мы умеем детей привлечь к этому, вот это вопрос. Для этого и нужен год литературы, чтобы посмотреть, как преподается литература в школе. Как помочь учителям литературы сделать свой предмет интересным. Что показало недавнее пробное сочинение? Вы удовлетворены его результатами? Мы удовлетворены, потому что у нас ребята справились все. Показало то, что ребята по-прежнему волнуют те вопросы, которые являются актуальными для всей страны, может быть, для людей всей планеты. На первом месте это вопросы войны и мира. Потому что вопросы Украины сейчас волнуют детей всех. На втором месте это любовь. И не меньше детей волнуют экологические проблемы. То есть то, что обсуждаемо, то, что мы видим на экранах телевизоров, то волнует и детей. Вы возглавляете региональную ассоциацию учителей литературы и русского языка. Чем занимается ваша организация? Ассоциация учителей литературы и русского языка не такая взрослая, как, может быть, другие ассоциации. Нам всего два года, если говорить об общероссийской ассоциации. И создана она именно для того, чтобы являться таким духовным скрепом общества. Потому что, как я уже сказала, от учителя литературы зависит многое. И в том числе духовно-нравственное воспитание учащихся. Поэтому для консолидации учителей русского языка и литературы, для выполнения такой большой цели, и создана эта ассоциация. Лариса Александровна, спасибо вам большое за такую интересную и содержательную беседу. Спасибо за ваш интерес, потому что это очень важно, сказать то, что ты думаешь, большому кругу зрителей, читателей и так далее. Спасибо вам.